Крупный план. Жириновского. Юбилей был 25 апреля. И третья тема – это работа регионального отделения партии ЛДПР с обращениями граждан, связанных со сферой ЖКХ. Начинаем со строительства полигона ТБО в Слободском районе. Вот буквально накануне обще стало известно о том, что стройка-то приостановлена. Ну вот насколько она приостановлена, конечно же, вопрос, потому что особо туда никто не ездит. Вы понимаете, что там сейчас распутится. И обсуждая этот вопрос с министром экологии Кировской области... Министра охраны окружающей среды. Да, да, да. Чемоданов. Мы с ним общались, и он обозначил, что, скорее всего, работы там не будут вестись в ближайшее время. Это связано с тем, что невозможно их вести, потому что распутится. То есть там же нужно снять верхний слой какой-то, убрать глину, а сейчас трактора вязнут. Связано ли это с выступлением населения – большой вопрос. То есть, скорее всего, они приостановлены для того, чтобы подсохло. Не более того. То есть не с протестами граждан, не с какими-то межведомственными согласованиями или рассогласованиями. Большие сомнения по поводу того, что это связано с протестами граждан, потому что на тот митинг, который состоялся в минувшую субботу, на котором я, кстати, присутствовал, никого из представителей ни администрации района, ни поселения, ни области не было. Представитель подрядной организации, ну, в данном случае представитель инвестора тоже отсутствовал. Ну, если уж реагировать как-то на протест и в связи с этим протестом сворачивать стройку, я думаю, что корректно обозначить эту позицию и населению тоже. Из тех, кто был на митинге, никто мне, по крайней мере, не обозначил, что работы приостановлены в связи с тем, что прошел митинг, и население категорически против. У меня сомнения. Позицию партийную по данному вопросу. Звучите, пожалуйста. Партийная позиция по всем вопросам заключается в следующем. Если население что-то хочет и просит, нужно эти желания услышать и по возможности воплотить в жизнь. В данном случае мы понимаем, что большая часть Слободского района против строительства этого полигона. При всем при этом... Вы основываетесь на чем? На опросах? Да, на опросах, на общении. Ну вот в Вахрушах показательно была явка на тот самый митинг, о котором мы говорим, по моим оценкам было где-то 700 человек. Для поселения в 9 тысяч человек это очень много. Плюсом собрано огромное количество подписей, в том числе под обращением депутата законодательного собрания Дубравина. Он их отвез, кстати, в минувший понедельник в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента в Москву. Что касается строительства полигона, само строительство полигона, оно не может радовать любого жителя, возле дома которого будет строиться полигон. Это понятно. Более того, где бы он ни строился, это никому не будет радовать. При всем при этом очевидно, что человек в результате жизнедеятельности какой-то мусор вырабатывает, его куда-то нужно девать. В данном случае предлагается его складировать. И вот эти бомбы замедленного действия мы сами себе закладываем, причем все ближе и ближе к масштабному проживанию людей. То есть где больше людей живет, там у нас и полигон. Связано с какой-то экономией непонятной. При всем при этом давным-давно уже понятно и известно, что мусор там можно и нужно перерабатывать. И мусор это неплохие деньги. Естественно, нам объясняют, что сейчас денег для строительства мусора перерабатывающего завода нет. А чьи это должны быть деньги? На мой взгляд, инвесторы. Инвесторы, то есть частная лица, частная компания. И в данном случае полигон-то строит инвестор. То есть инвестор находит деньги для того, чтобы произвести некие работы и получить землю, на которой можно складировать отходы. Почему не найти инвестора, который бы это все перерабатывал? Да, там отдельная история с тарифами, но занимался ли кто-то просчетами этих тарифов? Большой вопрос. Опять же, общаясь с людьми, которые являются экспертами в этой области, мы слышим сейчас, что наверняка рядом с этим полигоном появится линия по сортировке мусора. И эти же люди говорят, ну, скорее всего, это приведет к удорожанию тарифов на вывоз ТБО. У меня вопрос. Человек, который построит эту тарифу, будет получать некий продукт, ну, может быть, пластик, бумага, я не знаю, что они там в итоге выберут для сортировки. И, естественно, это будет превращено в деньги. То есть весь пластик перерабатывается, и как вторый ресурс он приносит какой-то доход. Почему жители еще и больше при этом должны платить за переработку, объясняется тем, что вроде бы как это прописано инвестпроектом. Кто писал такой инвестпроект, за который двойную плату должны производить жители? То есть человек получает некий ресурс, который от переработки произведен, и при этом берет плату, взимает плату с жителей больше. Непонятно. То есть вопросов больше, чем ответов. Чем больше люди проявляют свою активность, тем меньше активность проявляет руководство. На ваш взгляд, по вашим данным, как будет ситуация дальше развиваться? Я надеюсь, что жители в итоге будут услышаны, мнение жителей будет услышано, и, по крайней мере, заморожено на неопределенный срок будет вот эта стройка. Причем, еще раз говорю, это не должно быть связано с распутицей. Должно быть осознанное решение, должны быть наверняка проведены все общественные слушания. Кстати, одно из предложений мы предлагали. Если есть сомнения у жителей в правильности, в верности экспертизы, которая была проведена, почему бы инвестору, кстати, это не так дорого стоит. Не провести экспертизу, но наняв организацию подрядную, ту, которую попросит некая инициативная группа, которой представлять будет жителей района, для того, чтобы все были спокойны. Если все действительно так хорошо, проведите экспертизу, пригласите всех желающих, познакомьтесь с экспертами, познакомьтесь с данными этой экспертизы. Наверняка протест, по крайней мере, спойдет. Вы уж прекрасно понимаете, по поводу заморозки, в конце года, как известно, полигон имеющийся, он должен прекратить свое существование, то есть закрыт. Все верно. Замораживать-то опасно. Тоже понимаем. Другой вопрос. Вот опять же, у нас этот полигон появился почему? Потому что, ну, уже рак на горе свистнул, наверное, да, и стало понятно, что полигон в Костино просто физически не может в себя вмещать дополнительные тонны мусора. Хотя, вот опять же, основываясь на тех данных, которые у меня есть, полигон в Костино давно уже должен был прекратить свое существование. Понятно, что не так просто сейчас найти инвестора. Но это не значит, что мы вдруг свалку должны там организовать на театральной площади при этом, согласитесь. То есть прикрываться какими-то сроками, ну, это самое простое, что может быть. Аналогичная история была с аэропортом Победила. Когда нет варианта принять другое решение, принимается это. И, может быть, большинство будет против, но здравый смысл побеждает. Здравый смысл, в данном случае, говоря о полигоне, будет там все равно нужно куда-то складировать. Да. Давайте искать альтернативу вместе. Хорошо, давайте к следующей теме. Это юбилей Владимира Жириновского 25-25 апреля. Он отмечался. Я посмотрел, почитал. Было серьезное такое достаточно крупное предприятие в Москве. Съехались представители со всей буквально страны. Я знаю, что кировская делегация тоже в том числе. Расскажите поподробнее. Мероприятие было действительно большое. Порядка 10 тысяч человек его посетило. На мероприятии были отражены основные моменты жизни Жириновского. То есть от момента приезда в Москву из Казахстана до момента становления политической партии. И, собственно говоря, само становление политической партии, ее укрепление было отражено. Но лидер партии Владимир Владимирович Жириновский неотъемлемо сейчас связан и ассоциируется с ЛДПР. Поэтому ЛДПР было уделено большое количество времени и большая часть экспозиции, которая была представлена в Манеже. Мероприятие масштабное, красивое, приятное, в том числе юбиляру. Но стоит отметить, при всем при этом юбиляр не только получал подарки, но их и дарил. Допустим, в нашем регионе Владимир Вольфович организовал мероприятие следующего характера. Мы арендовали автобус 70-го маршрута, символично 70 лет, 70-й маршрут. И этот автобус абсолютно всех абсолютно бесплатно возил в день юбилея Владимира Вольфовича. Кроме прочего, вручались подарки. Масса спортивных соревнований прошла по всей области. Ну, то есть, отметили действительно с размахом. В дальнейшем такие вот социальные акции тоже планируется проводить, привязанные к другим примечательным датам? Здесь, естественно, вот свой символизм был, при всем при этом акции проходят у нас постоянно. Естественно, ближайший праздник 9 мая мы тоже будем отмечать, 1 мая будем отмечать. Естественно, будем дарить подарки. Крайнее крупное мероприятие, которое у нас прошло, вот прям масштабное, совсем масштабное, было посвящено Новому году. Мы дарили детишкам из малообеспеченных семей подарки, тоже от Владимира Вольфовича, от наших депутатов. Более 2000 подарков подарили. Резонанс был, конечно, по всей области огромный. Еще одна заявленная нами тема. Приближаемся к ней. Это сфера ЖКХ, с которой у нас связана масса просто вопросов, масса проблем. И региональное отделение вашей партии непосредственно занимается работой с гражданами. Они обращаются. С какими вопросами обращаются? И как их удается решать? Вы знаете, действительно, раньше было не так много обращений, связанных с ЖКХ. Вроде бы как все недовольны, но никто особо не понимает, чем он недоволен. Ну, кроме как там большими тарифами, кроме как тем, что, допустим, лампочка, может быть, должна гореть всегда, а не три дня в месяц. Сейчас обращения пошли предметные. Очень многие управляющие компании, злоупотребляя как раз неосведомленностью большинства жителей города Кирова и Кировской области вопросами жилищно-коммунального хозяйства, вводят их в заблуждение. И сейчас тенденция такова. Управляющие компании сверх взимаемых тарифов оказывают услуги. То есть, условно говоря, по дому, по большому, многоквартирному, собирается 4 миллиона на текущие ремонты содержания, а тратится при этом 4 300. То есть автоматом 300 тысяч – это долг дома по году. Это насколько распространено это явление? Это очень распространенное сейчас явление. Мы как раз озадачились этим вопросом, начали запрашивать информацию в управляющих компаниях. Это, кстати, отдельная история с каким-то непониманием, противодействием, говоря открыто. Мы столкнулись, это, наверное, тема для отдельного разговора. Наверное, они могли бы обосновать это тем, что работы дорожают, материалы дорожают. — Другой вопрос. Все работы должны быть согласованы. Все работы должны быть согласованы. И там они, управляющие компании, пытались активно передать вот эти полномочия советам домов, но и советы домов неактивно вот эту функцию на себя сейчас берут. Ну, инертность, она понятна. И управляющие компании, злоупотребляя вот этим, решили подводить всю историю под то, что работы обязательно нужно проводить. И если уж там труба побежала, конечно же, нужно ее поменять. Но под вот это определение сейчас строят и детские площадки по завышенным ценам, и новые трубы меняют на новые трубы. То есть вот там пример дома на Московской 189. Новые трубы поменяли на новые трубы. Сейчас мы разбираемся. — Дома-то не так много времени. — Да, там стояли металлопластиковые трубы на горячее водоснабжение. Им было где-то лет семь, их поменяли при эффективном сроке использования, сорок лет, да, то есть их поменяли через семь. Ну вот, наверное, тут какая-то там несостыковка. Естественно, оборачиваемость вот этих вот средств приводит к тому, что управляющая компания зарабатывает. Если все четыре миллиона использовать, то наверняка какая-то рентабельность заложена полностью во всех работах. А если жители захотели вдруг накопить, допустим, себе на ремонт подъезда, к примеру, и хотят полностью его плиткой выложить, управляющая компания не дает им этой возможности, как раз-таки пользуясь их неосведомленностью, а потом уже отчитываясь о произведенных работах. Я при всем при этом не говорю, что работы были выполнены некачественно. Другой вопрос, здесь страдает здравый смысл. Зачем менять новые трубы на новые, непонятно. И непонятно это многим жителям, которые стали сейчас разбираться, за что они платят большие деньги. Вот если там касаться дорог, естественно, на дороге тратится большое количество денег, но все еще недостаточное. Вот в сфере ЖКХ история обратная. Денег там очень много. Другой вопрос. Не все понимают даже, как их потратить и тратят настолько бездарно, что сейчас можно либо сильно снижать тариф, либо проводить работы таким образом, что действительно жители увидят разницу в течение года. Может быть, повышать информированность, подкованность в этих вопросах граждан? Мы как раз сейчас вот этим озадачены. То есть все обращения, которые в приемную ЛДПР поступают, в приемную депутатов поступают, находят ответы. То есть мы общаемся с теми жителями, которые обращаются. В целом выходим на дом. То есть если житель одного дома обратился, наверняка в целом недопонимание по произведенным работам, по тарифам есть у дома, у жильцов всего дома. Соответственно, со всем домом мы работаем. И у меня есть подозрение, что это выльется в один большой проект, который мы начнем реализовывать по информированию людей в сфере ЖКХ, по как раз-таки защите их интересов, по контролю работы управляющих организаций. И в том числе это выльется наверняка в какие-то предложения законотворческих депутатов Государственной Думы законодательного освобождения. Когда стоит ожидать? Все-таки год у нас знаковый, выборный. Мы уже начали сказать, что это все-таки приобрело некий статус проекта. Я думаю, что мы можем в мае. Пока в любом случае работа ведется. То есть мы уже стартовали. На этом завершаем программу «Крупный план». Я напомню, что гость студии Владимир Костин, руководитель Кировского регионального отделения ЛДПР. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Крупный план.